А сколько стоит эфир на 112? Я хочу тоже вести в воскресенье эфир. Я вам объясню. Можно ответить, Сергей? Надо иметь талант трошечки, чтобы тебя люди слушали. А когда ты просто хочешь сидеть и трепать языком, у тебя не хотят слушать. Давайте сядем с вами в эфире. Ну, опять, у меня к вам всегда деловые предложения. Давайте, давайте, это слушайте. Ведущий, пожалуйста, дайте мне договорить. Мы же договаривались по очереди. Я предлагаю вам, я предлагаю вам, ну, дайте сказать вам, за життя и за невратию. Я вам предлагаю, честная пари. Вот послушайте, мы садимся с вами, просим у 112 канала по полчаса времени. 24 часа в сутки. Ну, дайте договорить. Я понимаю, что вы проиграете, ну, послушайте хотя бы. Давайте попросим по полчаса. Не извлекайтесь. Нет, так что все видели, что, знаете, языком я до Киева уже, знаете, куда дошел. Поставим по полчаса. И у кого рейтинг будет выше, кого зрители будут смотреть, того и объявим победителем. Договорились, Сережа? А что на кону будет стоять? Сереж, ничего, у вас все время что-то на кону. Бесплатно умеете работать? Нет, вопрос не было. Нет, вот это и багажно, что не умеете. Учитесь немножко бесплатно работать, Сергей. Я предлагаю вам бесплатное пари, честное, заметьте, на глазах всех зрителей. А вы опять хихи-ля-ля и пойдете совещаться. Вот так у вас вся оппозиция. У вас, конечно, откуда я знаю, с кем вы там совещаетесь? Кто платит, тем и совещаетесь. Все, принимается, пари принимается. Когда мы садимся в эфир? Сейчас выйдем после передачи и пойдем к руководству 112, будем просить на коленях. У них два по полчаса. Согласен. Все, договорились? Отлично. Да, да, да. Ну, хорошо, мы проследим. Все, возьмем камеры, пойдем нажимать. Нет, на один плюс один договоримся. Вы знаете, у меня такое впечатление, что у власти есть такая задача, вогнать нас в такой всеукраинский депрессняк, что мы каждое утро просыпались с очередной плохой новостью. Я вам скажу, что я вчера прочитал очень интересную вещь. Давайте сами ее оценим. У нас в сайте Цензор оставила такая большая информация о следующем содержании. Объясним вам, это еще вчера было, как началась Авдеевка. Наши бойцы, доблестно обороняя свои позиции от наступающих оккупантов, захватили случайно, в скобочках, часть территории, которая была с той стороны. И вот такие радостные смешочки. Я каждый день слышу, что мы теряем людей, обстреливают нашу территорию. В ответ мы не стреляем, если вы обратили внимание по нашей прессе. Вы когда-нибудь слышали, что в ответ мы начали что-то обстрелить? Ни к чего. Я регулярно просматриваю сайты противоположной стороны. Смотрю страшные фотографии убитых детей, снаряды, разорвавшиеся в центре города. То есть пока мы не сами для себя, не поймем, что мы хотим и не признаем, что этот конфликт обоюдный сейчас сегодня. Вот сегодня. Я не знаю, как он начинался, не я его начинал, не я делал то, что стоял возле Донецка и говорил, за два часа наши танки возьмут Донецк. Я все это слышу и помню, но я не за то, чтобы искать крайних, я говорю за сегодня. Нужно понять, чего мы сами хотим. Мы стреляем в ответ, 40 тысяч добровольцев там находятся, написано на передовой. Где? Можете мне объяснить, где эти 40 тысяч? В рядах чего они находятся? В рядах нашей армии? Нет, говорят, они как-то отдельно. Кто эти люди, которые сегодня взрывают там железнодорожное полотно, оккупируют там, кто эти люди? Я не спорю, может, право, я сейчас не говорю, право или неправо. Но для того, чтобы решить конфликт, нам надо понять, что там, в этом узле, который сегодня завязался, миллиарды денег, на которых зарабатывают, я хочу, чтобы все поняли, с двух сторон. Паразиты, которые на крови, насосались крови, они с двух сторон. Все прекрасно знают, что блокпосты стоят, которые берут деньги с двух сторон, это знают абсолютно все и пишут это все. А мы делаем глазки такие вот и говорим, что этого нет. Все знают, что там работают нарколаборатории крупнейшие в Европе. Все знают, что там работают, разбирая на органы людей, приезжают, вывозят. Все до единого это знают. Это можно найти в нашей прессе даже свободно. Но собирать все вместе и признаться, что это клубок выгоден тем, которые раздувают эту войну. И как только заканчивается что-то. Вот, например, полетел Порошенко в Германию позавчера. Значит, Меркель, Ланд, значит, вопрос мира там все. Как только они поехали. Почалась эскалация. Я читаю на сайте Центр, наши доблестные войска случайно захватили, обороняя свои позиции. И тут же начинается война. Я не говорю, что наши тут захватили, может, они захватили. Но почему это происходит каждый раз, когда есть какой-то шаг к миру? Потому что на войне наживаются миллионы. И тут же начинается, мы будем тут не пускать, тут взрывать. Мы их там, как он сейчас сказал, затравим всех. Для чего это делается? Для того, чтобы не дать решить конфликт. А теперь второй вопрос. Государство существует или нет? Если государство существует, хотя бы уже в любом виде, да, то люди, которые взрывают нас в территории государства, что-нибудь там, железнодорожные полосы, это как бы партизаны, да, террористы, как их назвать. Если они наши, они партизаны, с чужими террористами. Скажите мне, мы что, военные действия сегодня ведем какие-то такие, чтобы заслали их туда? Или на нашей территории для чего это взрывать? И нормально они выступают по телевизору, говорят, все в порядке, все хорошо. Мы в сумасшедшем доме находимся, в котором каждый не знает, что делает. Власть, раскрутив маховых ненависти, не может остановить войну. Потому что она не знает, как это делать, а во-вторых, они их наживаются на ней. С другой стороны, сидят те, которые тоже наживаются на войне. Как это остановить, скажите мне? Як, Вадим Азинович, простое питание. Остранив от власти тех, которые живут и наживаются на войне. Другого пути нет и не будет, иначе они будут тянуть за собой пропасть нас до конца, потому что им-то терять нечего. Ведь им-то терять нечего, вы тоже поймите правильно. Им для того, чтобы уйти сегодня, это не Лазаренко, не Янукович даже, не это. Им для того, чтобы уйти, чтобы потом их всех не пересажали, им надо сжечь архивы. Знаете, что такое? А чтобы сжечь архивы, нужен гражданский конфликт. Нужна какая-то заварушка. Нужна какая-нибудь там проблема. Вспомните мои слова. Вот этой весной, весной еще, мы еще посмотрим такое, чего мы раньше не видели. Им как-то надо выходить из ситуации. Они не могут кормить людей уже. Они не знают просто, как это делать. Они тупые. Они уничтожили средний и малый бизнес. Они уничтожили инвестиции, чтобы вы знали, что в страну нашу пришло, как сказал господин Кубев, доблестно так, 3,8 миллиарда долларов за год. Ну, для примера, чтобы вы поняли, что такое для страны 3,8, это в Белоруссию, которая считается изгоем западного мира, пришло 5,9. В Украину огромную 3,8, из которых 2,2 миллиарда являются инвестициями России в свои банки. Правильно поняли? Самый большой инвестор Украины за 17, за прошедший 16 год, Российская Федерация, вот до чего дебилы довели страну. Оставшиеся 1,3, это вообще, это лесота больше получает. Как такое могло быть? Скажите, как такое могло произойти? Они поссорились со всем миром. В Америке они придумали себе Клинтон, ругали Трампа, тут выступали против него, открывали уголовные дела. Трамп теперь президент Соединенных Штатов Америки, основного нашего геополитического партнера. Доцаревалы. Дальше. Европейский парламент. Главой парламента стал итальянец, которому закрыт въезд Украины, против него возбуждено уголовное дело, потому что он высказался по Крыму не так. Здравствуйте теперь. Значит, парламент тоже наши враги. Израиль, который сказал, что мы поддерживаем, проголосовал за Крым и дал 20 тысяч рабочих мест. Они взяли, проголосовали в ООН против Израиля, теперь Израиль вообще не хочет с ними разговаривать. Польша самый сильный наш партнер. Самый европейский партнер. Выступление Качинского позавчера. Он сказал следующие слова. Отношения Польши и Украины зависят от одного. Если будет продолжаться героизация УПА, которую уничтожали поляков, у нас отношения не будет. Оп, опять приехали. Еще можно додать ситуацию с мером Перемишля. Перемишля уже сняли ему. Я еще добавлю Францию. Простые страны, я вам добавлю. Франция, где два кандидата, Фион и Липен, не просто настроены на антиукрацию. Они закрыли въезд и Липен, и Мари Терриани, который за Фионом идет, ему тоже. При этом, что сам Фион сказал, что санкции против России это вообще нонсенс. То есть, всех мы потеряли, все. С кем, скажите, мы будем дружить. Сейчас Клим въездил в страну. Слава богу, дорогая Украина, что мы сами не останемся. В Мняму он ездил. В Мняму он сказал, что Мняма с нами будет дружить. Вот будет Украина и Мняма, ну подурели они, что люди. Мы смотрим, мы великая, сильная страна, сильный народ. Смотрим, как уничтожается все вообще. Внешняя политика, внутренняя, экономика, гривна. Ну все уничтожается. Средний и малый бизнес полностью уничтожен. И что, мы дальше должны на это смотреть? И что, радоваться? Вместе будем гимн петь. Щеневмерла Украина. Да уже Мерла от вас. Понимаете? Они пели песню полтора года, они в парламенте, я слушал только гимны. В результате этих гимнов у них стали такие рожи. Чудесные костюмчики. И все, обокрали страну. У них у всех порядок. Вы знаете, у меня мать была участковая врач. Царствие небесное, не будем ее трогать. Меня интересует сегодняшняя медицина с точки зрения того, что ее нет. Сегодня нам сказали, что нам построят новую западную медицину. Вот такую, настоящую. С семейных врачами, которых у нас в стране сегодня подготовлено 4 тысяча, нужно 30. Значит, 26 тысяч подождем без врачей. Подождем недолго, 5 лет пока они выучатся. Где они, правда, выучены, не знают, потому что на медицинские институты не дают денег. Но в это время, так сказать, все будет хорошо. Лекарства у нас в стране на 14 раз дороже. Я сейчас был в Европе, слушайте, вот так не бывает просто. В 14 раз дороже лекарства в Украине, одно и то же, чем в Европе. Ну скажите, как такое может быть? В Польше в 4 раза дешевле. Как такое может быть? Какими же гадами надо было быть прийти в стране, чтобы оббирать людей даже на лекарства? Люди заходят в аптеку, плачут по одной таблетке, все больше и больше покупают. Ну не было таких паразитов никогда. И каждый, слушайте, я все время, мы живем в разных параллельных векториальностях. Я слушаю всех, вот премьера слушал позавчера, президент выступал, еще министр. Совсем другая ситуация в стране. Пошли инвестиции. Начался, наконец, экономический рост. Где, скажите, это все они видят, в каком сумасшедшем доме, что они курят? Ну что такое надо накуриться, чтобы сказать, что сейчас экономический рост, при том, что люди дохнут с голоду из-за них?